Файл. Ну, я вот просто посмотрел, что же делать. Сначала хотел с нуля. Сейчас я беру файл. Ну, сейчас подумаем как. Так, я включаю экран. Переключаюсь в Excel. Так, вот я взял... Коллеги, вы сейчас, я не знаю, видите на меня или не видите. Так, видите, наверное, да? Все. Тут как? Если экран, то я тогда не вижу. Я буду периодически подсматривать в чат. Сейчас в чат не смотрю. Так, вот взял файл, который прислал Роман Булатов. Для чего? А для того, чтобы содрать у него вот эти две... Ну, ладно. Коллеги, если у вас есть файл, в котором вы уже считали с вот этими двумя, тремя столбцами отметка площадь ширина, то отлично. Вот, отлично. Берите эти отметки ширины и глубины. Если нет таких, то давайте тогда в самый страшный случай, когда у нас нет вот этих значений. Самый страшный случай. И теперь каким-то образом, коллеги, вот это может... То есть с нуля, вообще с нуля давайте. Ну, не совсем с нуля, потому что в идеале мы должны брать эти данные с морфоствора живого. В реальности у нас морфоствора нет, поэтому в реальности я сейчас придумаю какой-то морфоствор. Вот, предположим, у нас есть морфоствор, там из 10 точек, это какая-то канала. Вот, у нее отметки бровки, там какие-нибудь 32 метра, потом какие-нибудь 31 с половиной, 31, 30, 29, здесь там 28 с половиной, опять 29, 30, 31, 32, 32. Вот, вот я условно сделал какое-то морфоствор. Вот, коллеги, вот, ну, давайте, давайте еще проще. Давайте еще проще сделаем его из 6 точек. Здесь 20, здесь 19, здесь 18 с половиной, здесь 19, 15 с половиной, 20. Вот, вот у нас есть идеальный морфоствор. Самый простой. Здесь у нас расстояние метра. Есть у нас отметки, ну, метр в БС, условно говоря. Формат лечейки. Так, это все делать не надо. Это я просто для красоты, чтобы вам было удобнее видно. Вот. Так, сейчас я посмотрю, вы видите, что я там делаю? Ну, если нет, то пишите в чат минус, я периодически туда буду заглядывать. Вот, вот у нас есть какой-то идеальный морфоствор. Давайте его построим. Вот, мы его построили. Вот так как это учебный, значит, самый-самый-самый такой простой морфоствор. Вот, все, то есть морфоствор у нас есть. То есть мы уже работаем не с фикцией какой-то, а работаем с, ну, с какой-то живой. Так, вот у нас есть морфоствор. Вот у нас есть отметки. Так, а вот это я пока удалю. Вот так. Так, то есть исходные данные у нас есть, да, коллеги? Все, теперь начинаем что? Начинаем его использовать. Вот этот. Сейчас я сохраню. Вот, сохранил. Вот, начинаем его использовать. Значит, что мы видим? Мы видим, что у нас минимальная отметка 18,5. Ну, давайте 18,4 сделаем. А, ну пусть 18,4. Вот. А максимальный 20. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять этих. Будем делать сечение нашего морфоствора. Вы видите, что он, ну, так сказать, минимальный, идеальный, то есть без поймания. То есть канава. И канавы, кстати, чаще всего и будете считать. Поэтому пока по канаве саму технику отрабатываем. Вот. То есть у нас будет 9 сечений. Какие 9 сечений? На каких отметках? Вот сейчас я эти отметки и набиваю. Вот эти отметки. У нас будут отметки такие. Сверху и вниз 20, 19,8, да? И конечные 19,2. Так. 20, 15,8, 18,2. Вот. Вот. Вот я набил эти отметки. Теперь. Моя цель сейчас сосчитать ширины и площади поперечного сечения для того, чтобы запомнить наши первые, второй, третий столбец в ту таблицу, которую мы все знаем. Да? Первый столбец у нас уже есть. Первый столбец готов. Теперь нам надо набить сюда ширины и глубины. Предварительно. Делаю такую штуку. Коллеги. Вообще, этот расчет я делаю в Токаре. Я вам сейчас показываю в Excel просто потому, что мы собрались считать в Excel. Я в Excel это не делаю. Делаю такую штуку. Я разбиваю отметки, не, расстояние, расстояние, расстояние метра и отметки. Это, ну сейчас я быстро сделаю, а потом покажу, что я делаю. Нет, 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 нет. Это будут мои горизонтальные линии. То есть расстояние берем 1, 3, а отметку берем 20, 20. Вот, и таким образом, сейчас я сделаю, а потом про... Так, это у нас будет... Так, их будет 9 штук. Так, это будет 19,8. 19,4. 19,2, 20,2. Так. Ну, Сейчас до конца сделаю. Вот. Значит, вот такой у меня набор появился данных. это будут горизонтальные линии. В первом столбце расстояние, в втором отметке. Я беру и кидаю их все теперь сюда. Вот. Вот получился набор расстояния. Это ширины. А, 18.2 нам даже не надо. У нас 18.4. Да, 18.2 нам не надо. 18.2 нам не надо. Вот. 18.4. И теперь делаю такую штуку, коллеги. Беру каждый из этих отметок и тяну до упора в... Вот беру и тяну до пересечения с нашим махвоствором. Ну, это идеальный пример. В реальности там будет что-то у вас поинтереснее. Но такие тоже будут... Вообще это близко к реальному примеру. Это для канала идеальный хороший пример. И таким образом, смотрите, я двигаю вот эти расстояния как сказать... вот эти фиолетовые линии горизонтальные, секущие нашим махвоствором. А вы, коллеги, смотрите вот сюда. Вот видите, троечка, да? Троечка. Вот. И вот эту троечку, я взял эту троечку и упер в... Получилось вместо троечки 3.6. 3.6. Вот. Ну и таким образом, у меня теперь появились, коллеги, вот эти все ширины при разных наполнениях. Вот. Это не нужно. Это норм. Вот. Ну, сейчас я посмотрю в чат, как вот все это у вас получилось. И теперь наша цель какая? Отсюда, отсюда мы получаем с вами ширины. Смотрите. Ширина. Это вот это минус вот это. Ширина. Метр. Ну и соответственно, все эти ширины, вот они появляются, все эти ширины. И таким образом, ширины у нас есть. Здесь 0 будет внизу. Для того, чтобы нам теперь заполнять уже отметки E, теперь пишем сюда ширины. Сиринами. Это вот что это вот это вот? Это начало той нашей главной таблицы по гидравлическому расчету. Так. Как линии перебросили на график? В 12-м Excel вроде узлы на графике не двигаются. Поэтому, коллеги, я не люблю вот эти продвинутые Excel. У меня сейчас стоит одновременно, коллеги, вот. У меня стоит 2 Excel. У меня стоит 10 Excel и 3. Вот в 10-м я не умею это делать. Поэтому я работаю по старинке. Вот. Я вам показываю в 3-м Excel. Вот. Как это делать в 10-м, я не разобрался, потому что все хорошо работает в 3-м. Вот. Вот такая хитрость. Поэтому этот вопрос как бы не снят. Этот вопрос, наоборот, высоко поставлен. Теперь вопрос Ксении, как линии перебросили на график? Теперь показываю, как перебрасывать на график. Смотрите. Есть два способа. Сначала мы этот график строим. Для того, чтобы строить, мы выделяем те X и те Y. Вот выделяю. Все показываю в 2003-м. Коллеги, кто в 10-м, не знаю. Точнее, как, вот эту... Вот. Здесь у нас просто есть кнопочка построить график точечный. Вот. Со значениями, соединенными с глажущими линиями. Все. В результате построено. Это я повторил то, что я уже сделал вот на первом. Вот. Теперь у нас цель перекинуть на этот график, перекинуть вот эти. Выделил. То есть, когда вставляем данные уже на живой, готовый график, который уже есть. Выделяю. И тут теперь коллеги, внимание. Правда. Теперь здесь копировать. То есть, мы скопировали вот эти значения в буфер. Теперь для того, чтобы вставить эти значения на график, выделяю график. И не нажимаю вставить. А нажимаю правка специальная вставка. Вот. И вот специальная вставка она уже вставит правильным образом. Здесь новые ряды. И вот здесь категория X в первом столбце. Вот. И в результате вот эти значения видите розовые. Появились здесь вот эти розовые значения, которые я вставил отсюда. Но также еще раз выделяю. Копировать. Выделяю диаграмму. Правка. Специальная вставка. Новые ряды. Категория в первом столбце. Вот появились видите новые. вот таким образом накидываем на имеющийся график новые значения. Так. Смотрю в чат, никто ничего не пишет. В результате мы с вами можем заполнить вот эту таблицу ширин. 4.93 4.38 3.80 3.19 2.58 2.1.42 0.97 0. Теперь наша цель коллеги. Пишите что-нибудь в чат. Теперь наша цель сочетать площадь. Что это за площадь нам надо сочетать? Нам надо сочетать разные площади при разных наполнениях. То есть при наполнении 18.6 нам надо сочетать вот эту площадь. При наполнении 18.8 надо сочетать вот эту площадь. При наполнении 19 вот эту площадь. Соответственно при каждом наполнении сочетать соответственную площадь. Их сразу считать трудно. Поэтому мы с вами будем считать не эти площади. Мы будем считать площади между вот этими розовыми линиями. Как? По методу трапеции. Понятно, спасибо, все смотрят Перенос на график в 12-м работает Вот, отлично, отлично Узлы на графике не двигаются Ну, не знаю, Алексей, я буду Я заставлю себя изучить Новый Excel Но пока, вот, показывай, как есть Тут ведь как, коллеги Не обязательно делать Не обязательно делать в правильном Главное сделать Вот, если оно каким-то образом делается То нам уже этого достаточно Ну, по крайней мере, вот я так Вот, коллеги, теперь считаем площадь Для того, чтобы сочетать площадь Сначала считаем промежуточную площадь Я вам напишу это Но в реальности ничего это писать, конечно, не надо И в отчет вот этот Вот этот столбец промежуточную площадь Не надо Промежуточную это значит между Между Гранатальными линиями Вот, по методу трапеции Для этого что нужно сделать Для этого нужно взять Полусреднее значение Ну как, или полусумму Или среднее значение между этими ширинами И умножить на шаг То есть берем Вот эту ширину На эту ширину Средняя ширина И умножаем на сколько? На 0,2 Вот, сейчас мы это и сделаем Вот в этом столбце Где промежуточная площадь Вот, как это будем делать? Значит, есть у нас ширина 0 И ширина 0,97 Значит, нам надо взять среднее Ну или просто равно это Плюс это Так, все это в скобочках Вот, деленное на 2 Вот Это мы что мы сделали? Это мы взяли полуширину Ну или можно нажать сюда Среднее Среднее вот из этих И вот это среднее Мы еще умножаем На что? На 0,2 То есть можно Или можно написать Если на 0,2 нам не нравится То можно написать Что это вот это 18,6 Минус 18,4 То есть все равно получим 0,2 Да? Вот, получилось 0,1 Ну, лучше все-таки 0,2 С 0,2 как-то Голин так уверен Тем более, что у нас шаг одинаковый Ну и вообще В подавляющем случае Если не сказать всегда У нас шаг В расчетной вот этой сетке По делящей морфоствор Горизонтальными линиями Он всегда одинаковый Для ханаф это 0,1 Для средних рек это 0,2 Для больших рек это сколько угодно Там и может быть и 1 метр Вот, ну вот 0,2 Получили площадь Это что за площадь? Это площадь вот этого треугольника Ограниченного дном С отметкой 18,4 И горизонтальной линии 18,6 Конечно, это неправильно Вот, конечно, это Ну, для практики достаточно Вот, и таким образом Считаем все эти значения доверху Так, ну и тут наверху у нас неправильные значения Да, вот верхние не будем считать Теперь Это получились у нас разные площади Которые между розовыми линиями Не одна до каждой розовой линии А между розовыми линиями Теперь, чтобы сочетать искомые нужные на площади Нам нужно их просто суммировать Пишем сюда 0 И к этому 0 прибавляю вот это К тому, что получилось Сейчас будет 0,35 Видите? 0,34 Это мы 10 плюс 25 Здесь просто округление Поэтому получилось 0,35 0,34 плюс 0,35 При отметке 18,8 Площадь будет 0,69 Правильно Потом 0,69 плюс 0,46 Таким образом у нас получаются Вот эти вот площади До отметки 19,8 Так, до отметки 20 Нам надо сделать что? Так, здесь у нас 64,93 По 20 19,8 Так, может что-то я неправильно сделал? Давайте подумаем Так, это, это это, 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 это. А, все ясно. Мы должны относить не сюда, мы должны относить вот так. Мы должны относить вот так. Вот, это сюда относим, а это сюда относим. То есть нулевая площадь, видите, нулевая площадь, она, конечно, у нас не ниже 18,4, не ниже дна, а на дне. Вот, все, все отлично получилось. Вот это тот столбец площадей, который я вам давал в виде исходных данных, помните? А это ширины. Все, теперь вот это, вот этот столбец нам уже не нужен. Вот, то есть как снять с морфоствора, построенного в Excel ширины, а ширины и по ним посчитать площади, я рассказал. Теперь переходим к тому, долгожданному, основному нашему расчету гидравлическому. Так, ничего не понимаю, буду завтра смотреть. Ну вот. Римма, берите этот старый Excel, если у вас нет, поставьте старый. Ну, это, конечно, наглость с моей стороны, вот, такое. Ну, в общем, это как предложение. Коллеги, ну... Надо повторить вот этот расчет по ширинам и площадям. Хорошо. Да, Римма, попробуйте. Может быть, тогда... Да, завтра те, кто сегодня все поймут, можете завтра не приходить. Завтра будем повторять еще раз все это. Давайте тормозить у меня. Есть такая программа WSDC, Free Screen Recorder. Можно записать копию экрана. Ну да, будем пробовать. Я когда-то записывал этим... Забыл. Забыл название. Так, не знаю, коллеги. Ну, плохие ответы. Один ответ, что ничего не понимаю, а второй, что тормозит у меня. Коллеги, более такое что-нибудь по сути нашей проблемы. Коллеги, все, начинаю. Если... То начинаем считать ту нашу любимую кривую кофункционатаж. Все очень доходчиво. Все понятно, пока понятно. Непонятно с площадью. Так, коллеги, давайте потерпим. Те, кто разобрался, мы все-таки собрались для учебы, давайте еще раз тогда сделаем площадь. Да? Давайте еще раз сделаем площадь. Так. Так у нас есть какой-то фиктивный поперечник. 15, 14, 13, 14, 15. Вот. Есть какой-то... Вот. Который вы сняли аккуратненько сняли с имеющегося у вас картографического материала. С топоплана, с карты. Топографа вам сделали. Или вы сами измерили нивелиром поперечник поля. Вот у вас есть расстояние от постоянного начала. Есть отметки какие-то. Вот. По этим отметке мы построили этот маквоствор. Ну, тут он смешной, но лучше смешной, да? Вот. Вот. Мы там построили какое-то смешное маквоствор. Вот. Теперь смотрим на него и решаем, какими поперечными линиями, или как, не поперечными, ну, вот как это сказать, слева направо, в общем, будем его разрезать. Так. Диаграмма. Амфри диаграммы. ОСХ. Расстояние нет. То есть это поперечник через долину, которую мы называем маквоствором. Для этого мы делаем такие горизонтальные линии. В Excel я предлагаю это делать таким вот интересным способом. Методом визуализации. Поэтому мы говорим, да, у нас будут назначены пять линий. На 15 метрах, на 14 с половиной, на 14, на 13 с половиной. Сейчас я быстро это покажу, а потом уже перейдем к рассчиту площадей. Итак, у нас, значит, расстояние будут какие? 1 и 3. Это я задаю какие-то расстояния, вот равные 1 и 3. Для того, чтобы просто линии появились на этом рисунке. И отметку пишу. Сюда пишу отметку 15. Вот. Потом все это копирую вот так. У нас будет пять линий. или даже 4. Потому что вот 5-ое лишнее неинтересно будет. Здесь будет 14. Здесь будет 13. Так, лучше не 15. Ну ладно, пусть так. Это, конечно, не очень красивый пример. Так, здесь будет 14 с половиной, 14 с половиной, 14, 13 с половиной и 13. Вот. И я вот эти вот копировать, выделяю. И здесь правка, специальная вставка. Новые ряды, категории, значение ось C, и X в первом столбце. Вот они у нас появились здесь. Теперь беру, выделяю, сначала выделяю весь ряд. Затем выделяю ту точку, которую хочу тянуть. И тяну. А в это время, коллеги, смотрим вот сюда. Здесь расстояние будет меняться. Видите? Видите, меняется расстояние как на диаграмме, так меняется и так, не получилось. Сейчас еще раз. Вот. Так поменялось расстояние и этой линии, верхней, в чертеже. И таким образом, коллеги, потренируйтесь, значит, получаем вот эти все ширины. Что это? Да это и есть ширины. Это и есть ширины при разных наполнениях русла. Все, а здесь ноль у нас будет. Вот получили эти ширины. А, это еще не ширина, это еще расстояние. Для того, чтобы получить ширину, надо от расстояния левого конца вычесть расстояние правого конца. То есть, это будет вот это минус вот это. Вот. Ну и, соответственно, я копирую эту формулу. Ну, сейчас. Вот. Вот таким образом. Вычитаем. Для того, чтобы получить ширину, надо вычесть из этого расстояния, вычесть это расстояние. Ну, даже вот так. Вот. Соответственно, это сюда. Это сюда. А здесь у нас будет ноль. Потому что это неправильное значение. Ну, вот. Вот получили ширины. И, соответственно, теперь мы приписываем эти ширины не сюда. Мы теперь пишем ту нашу любимую табличку. Вот. На котором у нас есть отметки метра БС. У нас есть ширина метра. То есть, уже вот эта табличка нам уже не нужен график. Просто смотрим сюда. Здесь у нас будет 15, 14,5 и до 13. Вот. Выписываю сюда ширины. Ну, тут у нас 4 на самом деле. Здесь 3, здесь 2, здесь 1 и 2, здесь 0. Так. Непонятно с площади. Да, понятно, в принципе, все. Просто иногда картинка тормозит и не та на экране. Ну, да. Это вот за это. Теперь понятно. Так. Сейчас. Давайте добьем уже до конца вот это вот и приступим уже к основному нашему расчету. Теперь ширины у нас есть. Вот. Для того, чтобы, пишу, промежуточная площадь. То есть, не промежуточная, а как площадь между линиями. Вот. Ну, и метр квадратный. Да. А здесь вот наша искомая площадь. Это будет площадь водного сечения. Вот. И считаем вот эти площади между линиями, которые считаем как трапеции, которые вот здесь внизу вырождаются как треугольник. То есть, для того, чтобы считать площадь между линиями, нам надо взять полуширину, то есть, среднее значение, среднее вот между этими, и умножить на шаг между линиями, которым у нас сейчас является 0,5. Вот. То есть, площадь вот этого нижнего треугольничка 0,3. И каждой отдельной трапеции площади вот мы засчитали. Суммируя снизу вверх эти площади частичные, мы получаем площадь водного сечения для каждого уровня. То есть, мы должны вот к этому прибавить вот это. Вот. Соответственно, замазываем сюда, и вот так и получается у нас и дальше. Вот. вот этот столбец, это тот наш исконный столбец, который нам нужен для построения прямой пункты заката. Так. Ну и переходим, коллеги, переходим к нашему основному расчету, берем вот эти исходные данные, переносим сюда, ну вот у меня уже есть перенесенные, да, это те, которые мы по первому варианту посчитали отметки, ширины, площади, и теперь у нас, так как мы можем разделить, ну там у нас наоборот было, да, было наоборот, что у нас сначала площадь, потом ширина. Все равно. Ну абсолютно все равно. Вот. Здесь у нас будет средняя глубина. средняя глубина, здесь у нас H, метра, ширина метра, ширина у нас B, да, площадь у нас омега. Вот. Средняя глубина, это мы делим вот это, площадь делим на ширину. Так, ну то, что я сейчас показываю, вы все это уже много раз сделали, ну давайте, коллеги, так же быстро сделайте тоже и сами по любым своим новым каким-то данным. Или по старым. Вот. И сейчас перейдем уже к интересному, да, средняя глубина. После средней глубины у нас теперь что? Мы можем сочетать коэффициент шизи. Нет, не коэффициент шизи. Мы должны задать, для того, чтобы сочетать коэффициент шизи, нам надо задать коэффициент шероховатости. Значит, задаем коэффициент шероховатости. безразмерный. Ну какой? Ну какой-то для канавы будет какой-то там такой вот, сто тысяч. Берем один и тот же на весь диапазон наших отметок. И соответственно у нас теперь есть все исходные данные для расчета коэффициента шизи. Коэффициент шизи шизи С. У него есть размерность, но относимся к нему как к безразмерному. Считаем по формуле, которая значит h степень 1,6 то есть равно степень вот это h ради которой мы и бились степень 1,6 и все это h степень 1,6 делим на коэффициент шероховатости вот это. Коэффициент шизи от 5 до 15 для канавы самый отличный коэффициент шизи. Вот формула здесь написана ну и можно посмотреть на что она определяется. Глубина и коэффициент шероховатости. Таким образом получили коэффициент шизи по всему нашему интересующему диапазону. Теперь нам нужен уклон как исходные данные. И записываем его в долях. То есть если у нас 1 промилле то мы пишем 0,001. Вот такой уклон. Теперь у нас появились все исходные данные для того чтобы сосчитать скорость скорость это средняя скорость по сечению. Так уклон у нас измеряется обозначается как и скорость это средняя нас определяется как v. Вот. Определяем по формуле шизи которая выглядит как что v равно коэффициент шизи умножить на корень из h и значит у нас будет степень h умножить на i все это в степени 0,5 корень вот получили скорость 0,28 ну нормальная скорость потому что это маленький канал и небольшое наполнение хотя большое 1,6 ну ладно нормальная у нас широковатости большой вот например будет у нас широковатости 0,0,50 да вот видите как как изменяется скорость течения было 0,2 стало 0,57 ну пускай 100 скорость делаем все теперь у нас появились все исходные данные для того чтобы считать расход у одних вот это что это надо просто скорость умножить на вот эту площадь ну и делаем какое-то гидрологическое представление вот скорость умножить на площадь получили расход воды таким образом у нас появился последний столбец наш искомый и вот эти отметки по этим первым и последним столбцом рисуем ту нашу искомую кривую пункт пункт протаж для того чтобы было удобно мы отметки перетаскиваем вот сюда маленькие делаем маленькие чтобы мы их не вставляли в этот в отчет вот это как бы в нашей внутренней кухне в отчет уже не вставляем эти отметки так кто что написал теперь понятно а уклон ну а что уклон не понял что уклон а посмотреть как уклон меняется ну так коллеги вы же я вам специальное домашнее задание посмотрите что происходит когда меняется уклон вот смотрите 1.18 да меня увеличиваю уклон что будет с расходом при скорость увеличится расход увеличится увеличился был 1.18 стал 1.67 ну пусть уклон такой все равно сейчас мы тренируемся значит с уклоном тоже поиграли у нас был целый день целый час мы с вами обсуждали изменения вот уклона и целый час обсуждали изменения концентра шерковатки а теперь вот поиграли все теперь у нас имеется расходы имеются отметки по ним строим кривую точно так же как построили с вами на пластворке помните перед этим тоже так же в 2003 тыкаем мастер диаграмм точечные с этими с линиями соединяющими готово вот но не так я вам крайне рекомендую если вы это делаете не просто как посмотреть а для того чтобы вставить как результат в отчет то крайне рекомендую делать на отдельном листе то есть не готово а вот здесь нажимаем вот нажимаем на отдельном листе вот тогда ее удобнее будет вставлять в отчет ну тут тут как я сначала убираю серенькое убирали вот эту подпись и коллеги помните нормальный гидролог кривую кухон соотаж делает стоячком то есть не ландшафт а портрет поэтому здесь сделаем портрет вот книжная ну я делаю А5 ну ладно делаем А4 вот вот получился книжная вот для того чтобы было видно цифры видите цифры стали маленькие подписи иксов и у маленькие мы вот здесь делаем их побольше вот теперь стало видно вот теперь подписей нет да теперь делаю подписи так сейчас посмотрим где мы коллеги вы все смотрите или все не смотрите ладно сейчас подходим к самому интересному будьте готовы сейчас буду вставлять эти смотрим ну ладно ура смотрим Сейчас буду вставлять линии. Ну, для того, чтобы все-таки оформить нормально, все-таки добавляем в оси O и X расходы воды. Метры кубические в секунду. И отметки. У нас здесь просто или уровень, или отметки. Вообще все равно. По-разному пишут. Давайте в уровне. Вот. Тут, если в BS, то в BS. Если не в BS, то просто уровень. Так. Теперь. Что тут нам еще не нравится? Ну, диапазон нормальный. Вот эту штуку я чаще делаю без точек. Вот здесь с точками. Я делаю маркер отсутствует. Черные или жирные. Ну и сглаженные, если бы сглаженные. Вот черные и жирные. Что-то она не очень жирная у меня получилась. Вот черные и жирные. Еще. Иногда, когда что-то здесь не так, я делаю диапазон 18,4-20. Вот здесь вот. Тогда она будет как-то более симпатичной. Вот. Ну и если мы знаем, что у нас максимальный расход, скажем, будет 1,2, то вот здесь я делаю ограничение до какого-то значения, которое больше, чем выбранное наше значение по расходу. Вот. Вот так. Ну здесь уехало вот это. Мнимальный норм. Вот. Вот что-то такое. Вот это можно выдавать уже в отчет. Для самых-самых продвинутых, коллеги, я не знаю, надо ли кому-то, то можно вот этот кубик сделать надстрочный. Вот. То есть у нас вот здесь уже будет метр кубический в секунду вот сверху. Ну это для всего. Теперь нам осталось ставить расходы и уровень. Так. Плюсик. Вот. Значит, нам нужно сюда добавить эти расходы. Берем их из отчета, из раздела по расходам воды и вставляем сюда расходы. Так. Ну, например, там тоже самое будет расход воды. А здесь тоже будет, кстати, отметка. Вот. И расход. Здесь у нас будет там 1%. Ну вот это ничего не пишем, потому что это как бы я сейчас исключительно для вас пишу. Ну тут 10% какой-то. Вот. Расход воды 1% какой будет? Он будет, ну, например, там 1,2 у нас, да? 1,2. А 10% ну будет какой-нибудь 0,78. 0,78. Вот. Вот какие-то. Расходы. Соответственно, отметки. Вот это уже начинается вот та тонкость, которую, ну, может быть, ради чего мы их собрать. Отметки. Сюда пишем 0 вообще. Пишу 0. А сюда напишу. Пишу. Вот. 19. Видите? Есть же 19. Вот 19 пишу. Вот. То есть, что это такое? Что это такое? Это линия, которая по иксам 1,20, 1,20, а по иксам 0,19. То есть, если перейдем сюда, то это вот будет вот так нарисована линия. Она будет нарисована не до пересечения с этой кремовой, а будет вот до 19 только. Давайте посмотрим. Вот. А это вторая. Рисую. Делаю сразу обе. То есть, кто так же, помните, как я показывал. Копировать. А там правка специальная вставка. То есть, здесь вот вывелю и копировать. Иду сюда. Правка специальная вставка. Здесь вот новые элементы категории X в первом столбце. И вот они появились. Видите? Появились. Сейчас я их переверю. Вот. И появились тут вот эти два значения. Это у нас будет 10%, это 1%. Ну и все. Теперь тыкаю вот в эту штучку. Вот. Сначала, смотрите. Сначала выделяется весь ряд. А потом я тыкаю в ту, которую хочу тянуть. Вот я хочу тянуть левую. Вот я тыкаю уже рядом с ней. Вот. Видите? И могу ее взять. И могу ее подвигать. Видите? Передвину. И, соответственно, если следить, то даже меняется и надпись. Вот. Меняется надпись от того уровня, который ему соответствует. Вот. Можно двигать, сказать, и влево-вправо. Вот. Ну, мы двигаем вверх до пересечения с нашей осью. И бросаем. Так, коллеги. Плюсик. Ну, вот это, наверное, то, ради чего мы собрали. Теперь очень интересно. Смотрите. Мы передвинули. Получилось, видите, при расходе 0,78 метра кубических секунду. У нас отметка получилась 19,59 метра кубических. Идем сюда и видим. Да, видите, получилась отметка 19,59. Вот она, отметка 19,59. Это та отметка, которую теперь нам не надо снимать с графика. Мы ее уже сняли автоматически, нарисовав эту линию. Вот. Ну и все то же самое делаем со второй линией. Тоже выделяю. Сначала выделяется ряд. Потом выделяю точку, хватаю эту точку и тяну. Если промазал, то еще раз. В общем, до тех пор, пока я не получу удовлетворение, что вот все нормально, попало. Вот. То есть эти две линии нарисовали. Теперь нам надо нарисовать две горизонтальные линии, которые соответствуют уже уровням. Идем сюда. И теперь вот внимательно смотрите, что я делаю. Вещь простая до невозможности. И вот это все я копирую. Здесь что отличается? Здесь будет отличаться вот этот новый ряд. В этом новом ряде расход будет от нуля до 120 метра и здесь от нуля. То есть здесь был куб 20, 0,78. Здесь куб 20, 0, 0,78, 0. А отметки наоборот. Вот эту отметку теперь делаем сюда. Вот. То есть смотрите, здесь 0 был вот здесь, а здесь 0 уже во втором столбце. А здесь 0 уже в первом столбце. Все. Вот таким образом и изменив этот ряд, мы также копируем. И здесь правка специальной вставки. Вставляю новые ряды, категории, значения си x в первом столбце. Вот. И вот появилась, сейчас я ее выделю. Вот. Вот появилась эта горизонтальная линия. Ну сейчас я ее дочищу, коллеги, дочищу уже до красивого вида. Для этого вот эти, можно красненькие, можно синенькие, и все равно, можно черненькие. Все равно как. Ну делаем, например, их синенькие. Так, готово. Вот. И эту тоже делаю такое же. Вот. Все. Вот она появилась. И теперь осталось вставить только два значения. Четыре подписи. Значит, тут у нас расход 10% равно какой? Вглядим сюда, какой 10%? 0,78. Значит, пишем 0,78. Вот. Теперь делаем ее покрупнее. Делаем ее поворот. И делаем ее заливо. Все. Вот. Вот она выглядит симпатично. И теперь копирую сюда ее, копирую. И здесь пишу уже 1%. Сколько там у нас? Метр этот. Куб, куб, 20 долларов. Вот. Все. Расходы подписаны. Теперь нам осталось подписать только уровни. Так. Выравнивание такое будет у нас. Здесь будет написано уровень 10%. Сколько? Смотрим сюда. Да. 19,81. 19,59. Значит, 10% и 19,59. Вот. Это уже не метр. А здесь просто метр. Здесь БС я не пишу никогда. Просто метр. Ну и, соответственно, 1% будет. Такой. 19,81. Все. Готово. Ее теперь вставляем в этот вверх. Все. У меня видео отстает минуты на две. Ну, ничего страшного. Кстати, это было. Вот это уже было. Мы поднимали парнику, что видео отстает. И, в результате, выяснялось, что зря останавливался я. Потому что лучше перетерпеть. И потом, ну, как бы, идет хоть и с отставанием, но идет. Арина, понятно. Я очень рад. Арина, я счастлив. Немножко долго мы это делали. Но зато, если у вас появилось продвижение, коллеги, то напишите, что там, ура, у меня все получилось, кроме двигать не могу. Вот, ну, еще потренируйтесь. Коллеги, напишите там что-нибудь. Вот, потому что уже вроде бы ясно. Вот, вроде бы Excel 10. Ну, вот, Excel 10. Я не знаю, как двигать 10, я потренируюсь. Коллеги, если кто-то научится двигать 10 на Excel, то сигнализируйте. Может, там, не знаю что. Может, там надо какую-то установку. Вроде ясно. Завтра попробуем. Ну, вот. Я тут думал, будут все как Ксения с тремя восклицательными знаками. А, уже есть. Ура. Ура. Спасибо. Пока большой минус. Ну, вот. Это мне минус, да? Большой минус. Мне большой минус, что я не смог вас научить этой штуке. Мне.